Сегодня, 16 июня, свой день рождения отмечает легендарный лагерь Артек. Самое знаменитое место отдыха советских детей, визитная карточка пионерской организации страны, сегодня именуется Международным детским центром, который в своем составе имеет 10 автономных детских лагерей, 6 круглогодичных и 4-летних. За 92 года своего существования Артек не только менялся внешне, но и менял свою государственную принадлежность. Специализирующиеся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков, лагерь ежегодно принимает около 30 тысяч человек. В их число попали и лабытнанские ребята. 40 участников губернаторского коллектива «Палитра», который в этом году отметил свой юбилей, и четверо учащихся детской школы искусств, были награждены путевками в Артек за успехи в учебе и творчестве. О лагере имениннике и лабытнанских артековцах. Репортаж Елены Волковой. Музык веселый, наш песни проходит, С дружной семьей мы в Артеке живем. Прием, прием, песня, пусть нас проводит, Дружку попавить, с собой мы возьмем. Вот таким в начале 40-х был пионерский лагерь Артек. Детская здравница открылась в 1925 году. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы и Крыма, а уже через год Артек посетила зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках, позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, Артек постепенно был приведен на круглогодичную работу. За 92 года своего существования самый большой детский лагерь в мире пережил многое. И Великую Отечественную войну, во время которой Артек эвакуировали в Сталинград, а затем в Алтайскую Белокуриху. И политические растры, во время которых Международный детский центр все-таки стал принадлежать России. Зажигают в Артеке и лабутнанские ребята. 40 участников губернаторского образцово-танцевального коллектива «Палитра» и 4 ученицы детской школы искусств. За особые успехи в творчестве были награждены путевками в легендарный лагерь. Артек – это море, свежий воздух и солнце. Он уникален своей формой и огромным количеством детей с разных городов и стран. Эта смена мне запомнится тем, что я находилась в кругу своих друзей и ела огромное количество свежих фруктов. Для меня Артек – это хорошие люди с разных стран. За всю смену я успел познакомиться с людьми из таких стран, как Голландия, Швеция и даже Марокко. Для меня это был огромный опыт общения на иностранном языке, ведь я собираюсь сдавать ЕГЭ по английскому языку. Привет, Абутнанги! Вы спросите меня, что такое Артек? Артек – это солнце, море, горы и пляж. Я попала на творческую смену. Здесь было очень много всяких мероприятий, таких как «Новая волна» и «Евровидение». Мне очень здесь понравилось. Я советую каждому сюда приехать. По словам директора централизованной клубной системы Юлии Касперовой, путевки в Артек – особо ценный подарок от окруженных властей. Ведь купить путевку в легендарный лагерь стоимостью 80 тысяч рублей самостоятельно для многих родителей очень накладно. Департамент международных и внешнеэкономических связей подарила коллективу «Палитра» в этом году 40 детских путевок в международный центр Артек. И мы очень благодарны, конечно же, в первую очередь директору департамента Мажарову Александру Викторовичу и заместителю директора департамента Ромаеву Сергею Рафаиловичу за такой подарок для детей коллектива. Это очень интересно. Я сама в своем детстве была в 14 раз в пионерских лагерях, то есть каждое абсолютно лето и даже не только летом и зимой меня родители отправляли в лагерь. И я вспоминаю это с великой радостью. То есть я всегда с удовольствием, с большим ездила в пионерские лагеря. И для меня было бы великим счастьем побывать в таком лагере, как Артек. Но, к сожалению, не удалось. Были сложные, может быть, времена тогда. И, конечно же, когда нам Марина Ауроновна объявила о том, что 40 путевок решено отдать палитре, мы были просто на седьмом небе от счастья. 92-й день рождения Артека стал завершающим днем пребывания для наших лабутнанских ребят. Их творческая смена, длившаяся 20 дней, заканчивается. На утренней Артековской линейке в рамках акции, приуроченной Году экологии, лабутнанцам подарили семена кремлевской елки, для того, чтобы северяне посадили их в своем родном городе. А еще в числе других 66 коллективов наши ребята выстраивались в слово Артек и участвовали во многих праздничных мероприятиях вместе со сверстниками из разных стран мира. За активность, талант и творчество лабутнанцев наградили на торжественной части праздника. Образовый танцевальный звездный полис! Город Славыстанки, Ямало-Немецкий автономный округ, Россия! Образовается хореографическая студия «Ямальские доздачи»! Город Славыстанки, Ямало-Немецкий автономный округ! Мы познакомились со многими звездами, например, с Алексеем Воробьевым, с Еленой Карауловой, с Нюшей. Это было очень интересно послушать их голоса вживую и понаслаждаться музыкой. Артек – это то место, куда нужно приезжать с самого раннего детства, потому что настоящее детство – это Артек. Лабытанги в лице коллектива «Палитра» сегодня тоже поздравила Артек с днем рождения. Это был насыщенный и яркий день, и все те эмоции, которые мы сегодня получили, мы обязательно привезем домой. После празднования дня рождения легендарного Артека наши ребята будут собираться домой. Уже 17 июня они вернутся в Лабытанги, в родной северный город, по которому они скучали, даже находясь на южном курорте. Лабытанги, привет! Мы скучаем! Елена Волкова, Максим Мячин, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова